Дан старт программе «Приоритет 2030». Миноборнауки страны объявила о запуске программы государственной поддержки университетов. Проект направлен на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации проекта 10 лет. Он будет проходить в два этапа. Здравствуйте! Это завершающий сезон в уходящем учебном году программа «КФУ. Итоги недели». Сегодня помимо программы «Приоритет» мы затронем и другие темы. Платформа для этой вакцины была разработана давно, с начала 90-х годов. Она испытывалась на безопасность многократно. Нюансы вакцинации. Какие новые штаммы коронавирусной инфекции реагируют на существующие вакцины? Наработан опыт тяжелых пациентов, сложных пациентов, которые уже давно приговорили к ампутации. Спасение близко. Как в Казани лечат пациентов с патологией лимфатической системы? Вот этот прирост человеческого капитала профессионально развития для нас очень важна. IT-лицей – это звучит гордо. Что дал учебному заведению статус учебно-научного центра? Мы работаем 60 смен по 10 часов. Встал на вахту. В каких трудовых отрядах будут работать студенты Казанского университета? В России впервые с конца января зафиксировано более 20 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Половина заболевших приходится на Москву, Петербург и Подмосковье. Тем не менее, ряд регионов, по примеру, столицы страны уже вводят серьезные ограничения для жителей или гостей, не имеющих документа о вакцинации или перенесенном заболевании. А в некоторых субъектах федерации или городах вводят даже частичный локдаун. В резком росте заболеваемости медики винят новый индийский штамм. Он быстрее передается, болезнь протекает тяжелее, а антитела, выработанные организмом к другим штаммам, с ним справляются хуже. Защитить свое здоровье, а в некоторых случаях и жизнь, может лишь вакцинация, уверены врачи и ученые. Смогут ли разработанные российскими компаниями препараты справиться с новым штаммом коронавирусной инфекцией? И как долго продлится еще пандемия, выясняла Роза Зарипова. Сначала осмотр у терапевта. Врач измеряет давление, пульс, слушает легкие. Это обязательно процедура перед вакцинацией, которая проходит в два этапа. Вводит первую дозу, а через 21 день второй компонент. После выдается справка с QR-кодом. Тимур Ошрапов переболел коронавирусом в легкой форме еще зимой. Теперь решил сделать прививку. Молодой человек обеспокоен тем, что может начаться ажиотаж на вакцину. И тогда придется подождать. А ждать он не может. Планирует отпуск и не хочет себя ограничивать ни в чем. В Москве там уже какие-то ограничения ввели для тех, кто не хочет вакцинироваться. Там посещение каких-то общественных мест, рабочего места в том числе. А работу тоже не хотелось бы пропускать. Или там какие-то мероприятия. Ежедневно число вакцинированных в униклинике доходит до сотни человек. Желающих тоже становится больше. Не исключено, отмечает врач, что связано это и с тем, что до России добрался новый штамм коронавируса. Первым компонентом привито 6 688 человек. А прошедших полностью первый и второй, то есть завершившие вакцинацию, 5421 человек. Количество желающих провакцинироваться стало больше. Возможно, это действительно связано с повышенной заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Кстати, говоря о новых штаммах, вирус мутирует. И это неизбежная форма его проявления, отмечают ученые. Новый штамм коронавируса индийский более резвый, говорят микробиологи. Если уханьский штамм в сильной форме проявлял себя на взрослом населении и в легкой форме отмечался у детей, то новые штаммы напротив. Он более заразный, чем у базовой версии. Если у базовой версии коэффициент репродукции был примерно 2-3, похоже, как у вируса гриппа, то тот, который сейчас, дельта штамм, он более заразный. Он где-то в районе пятерочки, можно так примерно подсчитать его коэффициент репродукции. Это не очень хорошо. Но это не делает, в принципе, этот вариант вируса очень заразным. Микробиолог Казанского университета Павел Зеленихин объясняет, что вакцины необходимы не для профилактики заболевания, а остановить пандемию. Вирус находится в поисках здоровых клеток. А если заразный человек окажется в окружении тех, кто привился, то шансы на дальнейшее распространение минимальны. Также беспочвенны, по его мнению, мифы о том, что применяемая вакцина от коронавируса мало исследована. Взять векторные вакцины, вот, допустим, тот же самый спутник ВИ наш. Платформа для этой вакцины была разработана давно, с начала 90-х годов. Она испытывалась на безопасность многократно. На основе таких платформ были разработаны вакцины для других вирусных инфекций. То есть, платформа и ее поведение, и ее побочные эффекты нам хорошо известны. На эту платформу мы лишь помещаем новый полезный груз. Тот, который вырубит у нас иммунитет именно коронавирусные инфекции. То есть, тут вопрос о необходимости проверки десятилетиями вакцин, ну, не стоит. Профессор, доктор биологических наук Казанского университета Альберт Резванов занимается изучением коронавируса с первых дней и делится новыми результатами, которые были достигнуты Центром. Из уже реализованных проектов, это тоже научный проект, но на стыке с клиникой, это анализ клеточного иммунитета. То есть, антитела сейчас меряют все. Это метод широко используется, доступен, но, к сожалению, он может оценить только состояние гуморального иммунитета. То есть, иммунитета, который отвечает за выработку антител. Но наш организм, он защищается не только антителами, но и клетками, так называемый клеточный иммунитет. Этот метод очень трудоемкий, дорогостоящий, занимает длительное время. Поэтому в России его, в принципе, даже делают только в нескольких центрах. А в Татарстане мы единственные, кто на данный момент освоил эту методику. Мы проводим анализ иммунитета и у переболевших. То есть, показать, есть ли у них вторая составляющая иммунитета. То есть, как я уже сказал, нас защищают и антитела, и Т-клетки. И только проанализировав и антитела, и клеточный иммунитет, можно с уверенностью сказать, что организм защищен. Знает профессор ответ и на вопрос, возникающий у многих, почему антитела проявляются не у всех. К слову, клеточный иммунитет может вырабатываться только тем организмом, кто переболел или сделал прививку. Люди, которые переболели в бессимптомной или легкой форме, у них не всегда вырабатываются антитела. Или антитела очень быстро сходят на нет. В этом случае клеточный иммунитет является более стойким и более чувствительным показателем того, что человек переболел. И действительно, мы видим, что некоторые люди, у которых нет антител, оказывается, что у них есть клеточный иммунитет. Очень интересные данные получены по результатам анализа крови вакцинированных. То есть, ожидаемо показали, что вакцины спутник ВИ и Кови-Вак, они замечательно вызывают клеточный иммунный ответ. То есть, это значит, что вакцины не только вызывают выработку антител, но и вызывают выработку клеточного иммунитета. Имея антитела и клеточный иммунитет, у организма больше шансов защититься от COVID, отмечает ученый. Проверить наличие антител и клеточного иммунитета можно в Центре прецизионной медицины Казанского университета. Почему клеточный иммунитет важен? Он уничтожает зараженные клетки. То есть, по сути, он уничтожает клетки, препятствуя дальнейшему распространению вируса. По сути, как в огороде у нас есть зараженный куст, и можно, конечно, ловить вредителей, которые разбегаются от него, а можно его сжечь. Антитела – это ловля вредителей, а клеточный иммунитет – это сжечь куст на корню. Также и здесь мы сжигаем клетки, которые инфицированы вирусом, тем самым препятствуя его распространению. И вряд ли коронавирус станет временным явлением. Скорее, нет. Ученые Казанского университета не исключают того, что данный вирус станет сезонным заболеванием, а ревакцинацию придется делать на регулярной основе, например, как от гриппа, поскольку организм, перенесенный COVID-19, не вырабатывает длительный иммунитет. Роза Зарипова, Радмир Софиулин, Булат Садыков. КФУ. Итоги недели. Коронавирусная инфекция, и это уже доказано, зачастую после себя оставляет тяжелые или отдаленные последствия для пациентов, перенесших заболевания даже в легкой форме. Не менее серьезные последствия несут и вылеченные онкологические заболевания. Из-за увеличения количества онкоопераций, в процессе которых необходимо удалять лимфатические узлы, проходить лучевую терапию, становится все больше пациентов с проблемами лимфатической недостаточности. Количество больных лимфодемой в России порядка 5 миллионов человек, а в мире около 300 миллионов. Но бывает и врожденная лимфодема. И среди них немало детей. По статистике, один ребенок на 6 тысяч человек. В стране всего три центра, которые лечат это заболевание у детей. Один из них – центр лимфологии в Казани при научно-клиническом центре КФУ. И недавно он приступил к реализации совместного с Росфондом проекта, который должен помочь детям с генетическими заболеваниями лимфатической системы. Айгуль Гараева побывала в центре. Конечно, чем раньше лечение, тем лучше. Это нужно обязательно поддерживать. Сейчас, тем более, ей 11 лет, у нее переходный возраст. В Казань с Надеждой. Жительница Красноярска Надежда Петрова привозит дочь Екатерину на лечение в центр лимфологии уже пятый год. У 11-летней Кати врожденная лимфодема – лимфостаз обеих стоп. Это хроническое патологическое состояние, сопровождающееся отеком тканей. Нужно и комбинсионное белье менять, и проводить цикл массажа два раза в год. Но у нас получается приезжать пока что один раз в год только. Мы так признательны Айгизу Камильевичу. То есть вообще и коллектив очень такой доброжелательный. О признательности доктору, юных пациентов и трепетному ответному отношению врача говорят и детские рисунки в кабинете. Айгиз Висханов, заведующий центром лимфологии при научно-клиническом центре университета, рассказывает, что лечением лимфодемы у детей в России занимаются всего три центра – в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани. Очень важно, чтобы дети получили адекватное лечение с самого начала. И не все не могут этого позволить. Отказывать детям реально. У меня всегда возникал такой трепет в сердце, когда ребенку нужно помочь. Но ввиду того, что это все только за счет средств умного ребенка или за счет благотворительных фондов. И с этой инициативы я вышел в Кроссфонду, и они меня поддержали. Новость о совместном проекте не могла не обрадовать и пациентов. Возможно, некоторым тогда получится осилить уже всю полагающуюся программу лечения. Приезжать два раза в год, а не один, как это сейчас делают Петровы из Красноярска. Возможно, это решение проблемы с помощью благотворительных фондов. Потому что, ну, на самом деле, лечение дорогостоящее, потому что применяются и препараты, и сопутствующие бинты, все вот это вот средства для массажа, для терапии полностью, иностранного производства. В рамках совместного с Росфондом проекта в Центре лимфологии научно-клинического центра КФУ для лечения детей с заболеваниями лимфатической системы будет применяться уникальная программа. С детьми будут работать специалисты-лимфологи, педиатры, психологи. Это не просто сбор денег на какого-то определенного ребенка. Это определенная программа. Когда мы берем подкурацию детей и их ведем, да, ведем, мы анализируем их, мы их генетические аномалии проверяем, мы анализируем их в магнитно-резонансной томографии, проводим, посмотрим, где какие изменения лимфатической системы произошли, 51 регион России и 3 зарубежной страны. Такова на сегодня география охвата пациентов Казанским центром. Есть те, для кого лимфедема стала последствием онкологических операций. У пятой части всех пациентов, кто обращается в этот центр из разных уголков страны и мира, диагностируется первичная, врожденная лимфедема. К сожалению, есть и те, кто попадает сюда уже с самой сложной, третьей степенью заболевания. Как и Альфья Давлетшина из Сабинского района Татарстана. Врач мне сказал, что это было с детства, с рождения уже. Но я в этом не знала. Я вот пришла с этой болезнью, у меня рожа появилась. После этого трофические язвы и нога увеличилась в размерах. Пациентке был назначен план лечения. В центре, который работает с 2014 года, применяется уникальная методика. Она одобрена Международным обществом лимфологов и позволяет добиваться результатов даже в запущенных случаях. Вторым рождением для центра стало объединение его с научно-клиническим центром прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Задачей вхождения в команду федерального университета является как раз создание не просто центра лимфологии, а именно учебно-образовательного центра, где мы можем обучать специалистов из других регионов, где мы можем разрабатывать новые методы лечения, в том числе генноклеточные. Врожденные лимфедемы и лечение в Центре лимфологии в Казани – то, что объединило многодетную маму из Сабинского района Альфию Давлетшину, которая обрела потерянную, уже было надежду на улучшение состояния, и 11-летнюю Катю из Красноярска, полную оптимизма, несмотря на ежедневные заботы, к важности и необходимости которых она относится по-взрослому с пониманием. Чулки я каждый день надеваю, если даже жарко, и каждый день вот их ношу, не снимая, только вечером. Чувствую себя уже лучше после пяти лет лечения, ну и вообще здесь очень даже хорошо. Задача врачей в каждом случае – достичь максимально длительной ремиссии и не дать болезни прогрессировать. И здесь они не устают повторять о важности своевременного к ним обращения. Айгуль Гараева, Радмир Суфиулин, КФУ. Итоги недели. В новом статусе закончил учебный год IT-лицей КФУ. Статус специализированного учебно-научного центра. На эти цели будет направлено 600 миллионов рублей. Финансирование рассчитано на три года. Такую возможность лицей получил благодаря победе в федеральном грантовом конкурсе. Сумма максимальная за всю историю создания центров. Что это дает IT-лицею? Как завершился учебный год и сколько новых учеников ожидается в следующем? Об этом мы поговорим с директором учебного заведения Ильдаром Мухаметовым. Здравствуйте, Ильдар Ренатович. Добрый день. Хотелось бы начать уже, наверное, по традиции нашей программы с подведения итогов учебного года. И что у нас со ступальниками по ЕГЭ? Есть ли они в этом году? Слава Богу, несмотря на пандемийный год, все успешно, все хорошо. Ребята как раз сейчас сдают последний экзамен по информатике. И этот марафон завершается. Нужно отметить, что по тем экзаменам, которые уже прошли, средний балл выше 80, это, как правило, на 15-20 баллов выше республиканских городских показателей. Как правило, так бывает. Пока рано подводить какие-то итоги. У нас три ступальника по русскому языку, один ступальник по математике. Но еще раз повторюсь, пока нет результатов ни по физике, ни по английскому языку, нет результатов по информатике. Это будет позже. А в целом все достаточно хорошо. Я думаю, что ребята с этими баллами поступят в лучшие вузы России. В том числе и в Казановский федеральный университет. Мы очень надеемся, мы агитируем, мы призываем ребят выбирать свой университет. И они, в общем-то, достаточно патриотичны. Если брать общие цифры, мы прирастаем по количеству призеров-победителей на различных этапах. В Республиканской Олимпиаде, допустим, если брать цифры, в прошлом году было 98 призеров-победителей, в этом году 121 место у нас. На заключительном этапе также на хорошем уровне держимся. Есть такое понятие перечневые олимпиады, олимпиады университетов. Если в прошлом году их было 50, в этом году 88. В общем, радуют нас ребята. Есть крупные достижения по нашему профилю, по информационной безопасности. На Олимпиаде в НТИ в Сочи наши ребята заняли первое место в России. То есть по кибербезопасности университетские лицеисты номер один в России. В Иннополис Оупен они повторили этот результат, стали лучшими. Еще буквально недавно мы были в Питере, там есть для специализированных учебных центров специальные мероприятия, называется «Перспектива», конкурс научно-практических конференций. Мы тоже победили, стали лучшими в одной из номинаций. Эта неделя в Казани, да вообще в Татарстане выдалась жаркой по погоде. Ну а в IT-лицее было жарко, я думаю, примерно месяц назад, когда здесь была своя приемная кампания. Знаю, что 10 человек на одно место, конкурс. Расскажите о том, какие школьники поступили в IT-лицее. Может быть, вырос их уровень или, наоборот, стал ниже? Ну, на самом деле, жарко для нас уже, значит, полгода назад началась эта жаркая пора, потому что ты начинаешь выходить на эту аудиторию, на целевую аудиторию с рекламной кампанией, ты работаешь с олимпиадниками. И действительно, вы правы, концентрация вот этой энергии была как раз месяц назад. Мы принимали в седьмой класс, в десятый класс. Заявились очень сильные ребята, олимпиадники. По факту получилось так, что на одно место претендовал 10 человек. Это очень большая цифра. Приемная комиссия, она была представлена вот всеми педагогами. Мы собирались вместе в актовом зале, спорили, значит, рассматривали баллы. В общем-то, отобрали 50 лучших учеников и набрали профильные классы в десятый класс. Какие-то классы, в принципе, набрали только из призеров-победителей регионального этапа олимпиады. То есть достаточно сильно ребят прошли в лицей. Вы сегодня уже говорили о СУНЦ. Сейчас хотелось бы вернуться к этой теме. Как проходит реализация этого проекта? Действительно, два месяца назад мы стали специализированным учебно-научным центром. Активно запустили все процессы, которые были заложены в самом гранте по разным направлениям. И инфраструктурные, и методические, и мероприятия проводим. Мне самое, наверное, важное, мы запустили проект профессионального развития педагогов с коллегами из Московского института системы деятельности педагогики. Вот здесь мы проводили очень большую стратегическую сессию. Это самое важное. Вот из всего того, что будет в Сунцевском гранте, вот этот прирост человеческого капитала, профессиональное развитие для нас очень важно. И вот этот процесс запущен. И я думаю, что по всем направлениям мы отработаем. Мы сейчас уже видим, что те показатели, которые были заданы в конкурсной документации, они выполняются. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо огромное вам. 370 студентов Казанского федерального университета этим летом отправляются на Целину. Так между собой называют работу бойцы студенческих трудовых отрядов. Вахта ребятам предстоит нелегкая. Им придется трудиться вожатыми, официантами, строителями и проводниками. Многие из них уже приступили к своим новым обязанностям. Для таких ребят переносят даже сессию. Экзамены сданы, можно начинать работать. Кстати, временным трудоустройством студентов университет занимается давно. Но именно в период пандемии эта программа приобрела особое значение. Работу могут получить и иностранные студенты. Роза Зарипова накануне Дня молодежи познакомилась с бойцами трудовых отрядов. Вспомним, как утром сквозь улицы сонные шли на работу опять. Вот там глаза заселало порою нам вечером. У этих ребят уже чемоданное настроение. Многие из однокурсников успели разъехаться по трудовым отрядам. Очередь за ними. Студенческий строительный отряд – это одно из хорошо оплачиваемых направлений. Засучив рукава, на стройке работают студенты физики и химики. Желание есть, отмечают ребята. Был бы стимул. Мы работаем 60 смен по 10 часов. Час у нас выходит 172, если не ошибаюсь. То есть за 60 смен мы получаем в районе 90-100 тысяч. Еще едут повидать мир. В этом году строительный отряд будет работать в Вологодской области. Ребята скромничают, говоря, что работа несложная. Как шутят. Главное – умело держать лопату. Обычно работают на лопате. Дают тормовать песок, щебенку. И делали в прошлом году откосы у речки. Организовывали газон. Нужно быть терпеливым, аккуратным, потому что климат агрессивный. Бывают целые дожди. И приходится в эту погоду постоянно работать. Направление в трудовом отряде студенты выбирают сами. Пойти работать можно в строительный, педагогический, сервисный отряд или проводником. В этом году отряды работают в Топсинском районе Краснодарского края, в лагерях Республики Татарстан, Республики Крым, город Ялта. Строители выезжают работать в город Шекспа в Вологодской области. Проводники будут работать под руководством АУФБК в вагонный участок Казань. Всего планируется трудоустроить 370 человек, включая иностранных студентов. Но вот здесь значок отряда, каидоскоп, тоже значок отряда, значок штаба и это значок социального отряда студентов МИРАС. Будущий учитель математики Екатерина Сафронова в трудовой отряд едет от большой любви к детям. Летом подрабатывает вожата и зимой помогает пожилым, работая в социальном отряде. В выходные отправятся в набережные Челны на смену в детский лагерь. Когда отработал не одну смену, а несколько, ты начинаешь понимать, что на самом деле подход можно найти каждому. Просто нужно с кем-то побольше поговорить, где-то нужно пообщаться с родителями, потому что родители лучше знают своего ребенка, они уже много лет с ним живут. Где-то обратиться к психологу лаги, но в любом случае подход можно найти к любому ребенку. Да, зарплата у нас гораздо меньше, чем у строителей и у проводников, но любовь к детям все-таки пересеяла, поэтому я пошла вожатая. Другие планируют романтично встречать рассветы и провожать закаты под стук колес. У проводников работа не останавливается ни днем, ни ночью. Впервые в свое рабочее путешествие самостоятельно отправляется Алексей, студент Института международных отношений. Инструкция – это главное, что должен знать проводник, признается он. Я поехал вообще за историями, чтобы было потом что вспомнить, что рассказать. Себя, можно сказать, испытать, потому что работа, не сказать, что самая простая. Есть такое понятие, как провожать станцию, то есть, когда состав трогается, я захлопываю дверь, запираю ее и не покидаю тамбур, стою, смотрю в окно. Но если вдруг какой-то пассажир попытается побежить, зацепиться за поручни, будет стучаться, пустить меня, пустить, я обязан сорвать стоп-хран. Заявки по временному трудоустройству через штаб студенческих отрядов в этом году уже не принимаются. Следующий прием начнется в сентябре и продолжится до мая. Стать частью команды штаба студотрядов может каждый, вне зависимости от профиля образования. Кроме того, помощь в поиске работы оказывает Центр по организации временной занятости студентов Казанского университета. Роза Зарипова, Радмир Софиулин. КФУ. Итоги недели. Через некоторое время в программе вы узнаете. Мы сейчас изучаем систему образования, систему преподавания. Добро пожаловать! Какие возможности дает сотрудничество с новыми странами? Нужно сказать, что они все написаны на кириллице. История страны и народа. Какие уникальные раритеты и наследие чувашского народа хранятся в Казанском университете? В Татарстане отпраздновали республиканский Сабантуй. Свой взгляд на старинный праздник отразили и студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Они запустили онлайн-версию Сабантуя на сервере популярной видеоигры Майнкрафт. До этого студенты уже создавали Майнкрафт, здание деревни Универсиады, другие объекты Казанского федерального университета. На этот раз они решили познакомить участников игры с народным праздником Татары Башкер. В виртуальном пространстве игроки могут посетить народные забавы, бег с ложкой, ведрами, бой мешками, конные скачки, залезание на столб. Одним словом, полный Сабантуй. О других новостях университета в нашем дайджесте. Министерство науки и высшего образования страны запустило программу поддержки вузов «Приоритет-2030». Старт ей дал министр Валерий Фольков во время встречи с руководителями вузов. Ее участником стал и Ильшат Гафоров. Директор КФУ подчеркнул, что необходимо сейчас определить, по какому пути развития будет двигаться университет. Это может быть исследовательское лидерство или территориальное технологическое лидерство. Всем директорам институтов поручено подготовить свое видение по данному вопросу. Как изменятся методики ранжирования вузов в программе «Приоритет-2030»? Об этом шла речь во время семинара «Таймс Хайя Эдюкейшн». И участником стал и ректор Ильшат Гафоров. Он отметил, что вузам необходимо понимание, каким образом будет учитываться участие в международных коллаборациях, прохождение практики студентами и ряд других показателей. На этой неделе КФУ принял большую делегацию ведущих вузов Республики Узбекистан и Киргизии. Визит начался с круглого стола в стенах университета. Его провел ректор Ильшат Гафоров. Он подчеркнул, что университетам отводится особая роль в процессе укрепления образовательного и научного партнерства России и Республик Центральной Азии. Фактически сегодня мы являемся единственным вузом в Восточной Европе и стран СНГ, входящим в число 100 лучших университетов мира в предметной области эдюкейшн, образования и одновременно осуществляющим массовую подготовку учительских кадров. Одной из точек маршрута делегаций из Узбекистана и Киргизии стал Елабужский институт КФУ. Здесь рассмотрели возможности двустороннего сотрудничества, например, проведение онлайн занятий для студентов, бакалавриата и организации образовательных стажировок. Интерес делегации вызвали и курсы профессиональной переподготовки по самым разным направлениям. Также гости посетили и университетскую школу. Мы сейчас изучаем систему образования, систему преподавания КФУ и делаем какие-то свои направления внутри наших визитов. Один плюс один, магистратура и еще плюс бакалавриат, какие-то направления, чтобы наши ребята там здесь учились и получали двойные дипломы. В память о героях, участниках и ветеранах Великой Отечественной войны. 22 июня ректор Ильшат Гафоров, представители ведущих вузов Узбекистана и Киргизии, проректоры Казанского университета, директора институтов и департаментов возложили цветы к бюсту татарского поэта, героя Советского Союза Мусы Джалиля на Аллее Слава. Мы должны сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась и чтобы наши молодые люди никогда не смотрели друг на друга через прицел оружия. Аллах Берсен, дай Бог, так это и будет. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы мы с вами возродили те все лучшие традиции, которые нас всегда связывали и на тех традициях, на которых мы с вами воспитывались. На этой неделе ректор Ильшат Гафоров встретился с представителями Национального туристического союза. Гостям представили астрономическую обсерваторию университета. Здесь обсуждали варианты возможного сотрудничества в части создания и развития проектов в сфере туризма. Благодарности от председателя Госсовета, министра здравоохранения Республики и ректора университета. На этой неделе в КФУ участвовали медработников и преподавателей Института фундаментальной медицины вузов. С профессиональным праздником их поздравил Ильшат Гафоров. Он отметил, что медицинская наука – одно из приоритетных направлений университета. Всех вас хочу поздравить с профессиональным праздником наших медиков, днем медицинского работника. Пожелать вам удачи по жизни, чтобы поменьше на пути вашем встречались проблемы. Ну и побольше было в нашей жизни с вами праздник. 56% россиян решения об обязательной вакцинации, введенной в Москве и области, находят в соответствующем ситуации с коронавирусом. И лишь каждый четвертый считает, что ситуация не соответствует тому, чтобы была прививка от ковида обязательной. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Тема коронавирусных ограничений на этой неделе как никогда всколыхнула интернет-пространство. А где-то и вышла и за рамки социальных сетей, и разумных допудов, и сравнений. Мой коллега Леонид Толчинский проанализировал ситуацию. И снова с вами «Смотрите сами». Ой, как хотелось посвятить завершающей в первом сезоне нашей программы спич чему-то доброму и светлому. И погода к этому призывает. Фактически африканский зной не располагает перегреву мыслей и перебору слов. И все же. Давайте о теме, которая оказалась по факту сквозной в наших программах. Противодействие ковиду, страшной и мутирующей заразе. Еще год-полтора назад казалось, что единственным препятствием в борьбе с коронавирусом является отсутствие эффективной вакцины. И как бы все ее ждали, верили, торопили власти. Мол, дайте нам быстрее спасительный антидот. И вот все появилось. В прошлой программе мы много говорили о том, что привело к торможению губительной, убийственной потери времени вакцинации населения. Пересмотрите. Дискуссии минувшей недели показали, что все наши аргументы абсолютно верны. Но неделя продемонстрировала абсолютно убогие и извращенные формы противодействия вакцинации. И, к слову, остро поставила вопрос уже системного характера о кризисе государственного управления. А последним даже главный идеолог страны Владимир Соловьев разместил пост в своем телеграм-канале. Ситуация действительно становится угрожающей для всех сторон. И выход из нее только один – вакцинация и, простите, но я тут принципиально резок, любой ценой. На кону жизнь людей. За спиной уже массовый всплеск убыли населения. И, кстати, Татарстан здесь лидер. Рост хронических заболеваний и психических отклонений как фактор постковидного синдрома у переболевших. Спад рождаемости. Сегодня уже даже те, кто решился рожать, попадают в реанимации с тяжелыми формами ковида. Вероятно, наши медики их спасут. Обязательно спасут. Но какие родятся дети? На что будут обречены эти еще не родившиеся ангелы из-за панического страха привиться их мам и пап? Антипрививочники в своем сопротивлении дошли до полного маразма. Вот актер Бероев, хороший, кстати, актер, посмел недопустимое, вывалился на сцену с желтой шестиконечной звездой и сравнил меры по сепарации привитых от непривитых с фашизмом. Здесь все не к месту и не в тему. Об этом много писали и прямо-таки кричали в соцсети всю неделю. Но меня лично задело другое. Бероеву аплодировал зал, как бы состоявший из представителей творческой, как бы элиты. Никто, ровным счетом, никто не встал и не вышел. А ведь это те самые люди, что аплодируют на похоронах известных деятелей культуры, умерших от ковида и поругивающих в своих траурных речах государства, что, мол, не уберегли вот таких гениев. Что это, если не цинизм и подлость? Ровно так же, как и подло развивать тезисы о том, что, мол, мое тело – мое дело. Здесь даже один из ярких оппозиционных журналистов, Илья Красильщик, некогда возглавлявший редакцию «Медузы», написал, цитирую, «Ваше тело – ваше дело до тех пор, когда ваше тело не становится опасностью для других тел. В социуме, где непривитых большинство, создается идеальная возможность для распространения и мутирования вирусов. Это опасность для всех. Действовать в лойке, если государство сказало, А, я обязательно скажу, Б – это лишать себя возможности критически мыслить в критической ситуации. Мы имеем практически уникальный случай, когда интересы государства и человека полностью совпадают. Даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время. Вот это оно. Илью Красильщика поддержали многие из тех, кто в обыденной жизни не всегда соглашается с государством. Автор одного из телеграм-каналов написал, «Каждый убежденный в своих заблуждениях антиваксер – ходячая потенциальная угроза здоровью десятков и сотен людей». Говорить с такими людьми можно и нужно. Привиться от ковида должны практически все, если в обозримом будущем мы планируем вернуться к нормальной жизни. Говорят вам про сегрегацию? Аргумент не работает. Сделайте два укола, а то и один при однокомпонентной вакцине. И конец сегрегации. Священность и неприкосновенность вашего тела? Конечно. Но не в случае его превращения в ходячую вирусную бомбу, заражающую всех окружающих. А вот эти все желтые звезды и заявления о геноциде по меньшей мере глупо, а вообще страшное неуважение и оскорбление жертв настоящего геноцида. Фронт борьбы с коронавирусом проходит сейчас не только по вакцинации, ношению масок в общественных местах, но и в обычном бытовом общении с коллегами, друзьями и близкими. И довести их до прививочного кабинета – наша общая задача. Что обнадеживает? Государство начало принимать внятные и жесткие меры по стимулированию людей к вакцинации. Что напрягает? Иные все еще играют с огнем, одобряя массовые сборища, праздники, открывая Турции и подтасовывая статистику. Иные врачи все еще состоят в числе активных антиваксеров. А ведь речь идет уже о фактически новом, мутировавшем до неузнаваемости вирусе Дельта+. Он агрессивен к детям, он не щадит молодых, он начинает хозяйничать в нашем теле за считанные сутки. Ряд ученых утверждает, что вирус научился распространяться через пыльцу деревьев, А значит, и на улице вопрос спасения очень спорный. Даже страны, уже достигшие успеха вакцинации, начали срочно закрываться. Австралия, внимание, до конца 2022 года. Израиль еще на месяц закрылся и вернул масочный режим в закрытых помещениях. Там срочно вакцинируют до середины лета детей. А наши антиваксеры переростки бродят почему-то с желтыми звездами и уговаривают народ фактически согласиться на медленную смерть и стать теми самыми ходячими вирусными бомбами. В эти дни, когда идут активно выпускные вечера в школах, началась приемная кампания в вузах, так приятно и радостно смотреть на юные лица парней и девушек, чья жизнь еще только начинается. Так хочется, чтобы прожили они ее красивее и достойнее, чем мы. Но есть одно ограничение. Они должны быть здоровы, как и их родные и близкие. И обеспечить это здоровье, ребята, а значит и стратегическое здоровье нации можем только мы здесь и сейчас, и всего лишь прогулявшись до вакцинального кабинета, который открыт уже на каждом углу. Счастливого и теплого вам лета и посвятите его не только толкотне на потанных пляжах Турции, но и сохранению здоровья своего и окружающих. Очень хочется встретиться с вами после короткого перерыва со всеми и не проклинать ковид, что он унес безвозвратно еще одну яркую и неповторимую жизнь. Берегите себя. Всего доброго. На этой неделе один из самых гостеприимных регионов соседей Чувашия отмечает свой главный национальный праздник – День Республики. Чувашия и в нашей республике составляет одну из главных этногрупп. Они исторически проживали на правобережье Волги, на левом берегу Камы и в южных районах Татарстана. Только чисто Чувашских деревень в нашей республике насчитывается около 170. И что характерно, именно для Чуваший, проживающих здесь, они помимо своего родного языка говорят прекрасно не только на русском, но и хорошо знают татарский язык. Наследие Чувашского языка, его письменности хранятся и в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. О каких раритетах идет речь, в авторской рубрике расскажет Илья Андреев. 24 июня в России мы отмечаем День Чувашской Республики. Официально он был учрежден в 1995 году в связи с 75-летием со дня образования Чувашской автономной области. Мы узнали, что в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета хранится уникальная коллекция писем солдат Первой мировой войны на чувашском языке. Шестимиллионное библиотечное собрание Казанского федерального университета включает в свой состав более 35 тысяч рукописей 11-21 веков на различных языках. Среди них в отделе рукописей и редких книг хранится крупная коллекция солдатских писем с разных фронтов, из госпиталей и лагерей военнопленных за 1914-1917 года. В составе этого фонда находятся также и письма родных, отправленные в воинские части и сохраненные вернувшимися солдатами с фронта. 13 декабря 1916 года в повестке чрезвычайного общего заседания общества вторым пунктом значился доклад действительного члена императорского русского географического общества Елены Владимировны Малостволовой о солдатских письмах. Будучи представительницей богатейшего рода казанских дворян, которым принадлежало имение в Долгой поляне Тетюжского уезда, Елена Владимировна смогла сформировать коллекцию солдатских писем в эти годы. О многих письмах без конвертов в верхнем правом углу есть краткое обозначение карандашом населенных пунктов Тетюжского уезда, из которых, вероятно, ей передавали эти письма. Вскоре книги и рукописи общества археологии, истории и этнографии передали в научную библиотеку Татарской республики при Казанском университете. Среди материалов была и коллекция писем солдат Первой мировой войны. Конечно, большое количество писем было написано на русском языке, но и сохранились письма, написанные на чувашском языке. Нужно сказать, что письма на чувашском языке в первую очередь символизирует многонациональный состав Тетюжского уезда Казанской губернии. Что интересно, создатель азбуки на чувашском языке Иван Яковлевич Яковлев родился тоже в Тетюжском уезде Казанской губернии. Ну и сама Малостволова, которая занималась сбором и подбором, формированием коллекции, она жила, у нее была усадьба в Тетюжском уезде Казанской губернии. И мы можем предположить, что более теплые связи были с деревнями, где проживали чуваши, и, возможно, это послужило вот таким значимым фактором при подборе и формировании сбора вот писем на чувашском языке. Когда мы смотрим на письма, написанные на чувашском языке, нужно сказать, что они все написаны на кириллице с использованием диакритических знаков, которые помогают нам понять чувашский язык. Здесь используются как русские слова, татарские, конечно, на чувашском языке преобладают. Нужно сказать, что писали, у кого как складывалось обстоятельство, у кого-то была возможность писать чернилами, кто-то писал карандашом. Мы смотрим разные-разные собрания, их большое количество вводили рукописи редких книг. Вот здесь вот такое вот, можно обратить внимание, загрязнение. Ну и что? Можем предположить, что солдат писал в окопе. Ну или, например, мы открываем вот это письмо, и здесь как будто бы кровью, как будто бы солдат был с ранением, и в минуты битвы писал это письмо, вот обратите внимание, чернилами. Да, вот здесь вот идет такая полоса. Большое число солдатских посланий написано на печатных шаблонах, текст которых должен был отразить традиционные ценности общественного сознания в соответствии с представлениями того времени. Тексты утверждались военной цензурой, издавались частными типографиями в различном оформлении. Большой интерес к письмам сохраняется со стороны музеев. Тесное сотрудничество не раз демонстрировалось в составе многих выставок, в составе экспозиции, посвященных к столетней годовщине Первой мировой войны. Демонстрировались солдатские письма из фонда отдел рукописи редких книг библиотеки Казанского университета. Нужно помнить, что каждое письмо, которое сегодня мы с вами увидели, наполнено душой и сердцем. И того, кто писал это письмо, ни одно из них не заслуживает быть утерянным или забытым. Давайте писать письма, делиться чувствами и жить в гармонии. Всего вам доброго и до новых встреч. На этом мы прощаемся с вами до сентября. Встретимся в новом учебном году. Пусть лето для вас пройдет продуктивно и будет запоминающимся. Берегите себя и думайте о здоровье близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова